Как-то раз вечером позвонил мой дружок. Знакомы мы с ним еще со школьной скамьи. Компания у нас была три неразлучных друга. Я, Вадик и Денис. Тимоха, я тут новый внедорожник купил. Предлагаю протестировать выходные. В общем, я согласился сразу. Тем более, что никаких планов на ближайшую субботу у меня не было. Парни, мы были еще холостые, на подъем легкие. Времени вагон, особенно в выходные. Силушку богатырскую девать некуда, вот и развлекались как могли. Выехали где-то ближе к обеду. Я спереди на пассажирском сиденье. Вадик вел машину, а Денис сидел сзади. Через некоторое время езды по балкам и оврагам мы заехали в лес и продолжали свой путь, углубляясь в него все дальше и дальше. Уже близился вечер, и Денис попросил сделать остановку, чтобы сходить в ближайшие кусты. Вадим остановил машину на обочине, и наш друг направился в лес. Я тоже вышел из машины и закурил. Погода была отличная, градусов 20, а может даже и больше. Через некоторое время Денис вернулся. Мы сели в машину, и она не завелась. «Сейчас посмотрю, в чем дело», — сказал Вадим, и, открыв капот, начал выяснять проблему. Однако через минут 15 он почесал голову и озадаченно произнес. «Тут все в порядке, я не вижу никаких проблем». Снова попытались завести машину и снова безрезультатно. «Эх, всему вас надо учить», — сказал Денис и тоже полез под капот. Через полчаса Вадим спросил у него. «Ну и что? В чем проблема?» «Пока не знаю, что случилось», — медленно протянул Денис, не поднимая головы. «В итоге прошел еще час, за который мы вообще не приблизились к тому, чтобы узнать, в чем же дело. «Ну и водители», — сказал я. «Первая появившаяся проблема, и никто не в состоянии ничего сделать. Придется ждать, пока кто-то проедет, и попросить помощи. Потому как, ребята, связи здесь нет, от слова вообще, и я показал друзьям свой телефон». «Да что ты нам тычешь экраном в лицо? А то мы без тебя не видели этого», — запсиховал Вадим. «Да блин, мы даже эвакуатор вызвать не можем. Вот влипли, заехали в глушь и заглохли. Самый, что ни на есть киношный сценарий». «Погодите», — сказал Денис, внимательно оглядываясь по сторонам. «Я знаю это место. Мы были тут с компанией туристов. Здесь недалеко есть деревня, до нее можно добраться пешком». «Мы посреди леса. Ты уверен, что знаешь это место?» «Я что-то сомневаюсь», — недовольно произнес Вадим. «Да серьезно, я знаю, где мы находимся, и без проблем смогу найти эту деревню. До нее идти-то совсем ничего». «Вот ты и иди», — сказал Вадим, «а я останусь здесь и буду ждать, когда кто-нибудь проедет мимо». «Тимка, пойдешь со мной?» — спросил у меня Денис. «Пойдем, пойдем, проверим, как хорошо ты знаешь этот лес». Я начал подтрунивать над другом, потому что мне надоело сидеть на месте и хотелось размяться и походить. Мы с Денисом отправились в лес, а Вадим остался у машины, надеясь, что кто-нибудь будет проезжать мимо и поможет. Уже начинало темнеть. «Да никто тут не будет проезжать», — сказал Денис. «Он шел впереди меня по лесу. Тут вообще почти никто не ездит, кроме нас. Значит, нам нужно найти ту деревню, о которой ты говоришь», — сказал я. Меня не радовало положение дел. «Сейчас в два счета найдем, не волнуйся». Но в два счета найти деревню мы не смогли. Мы долго бродили по лесу, и на улице уже почти стемнело. Тут нашему взгляду предстал одинокий двухэтажный деревянный дом, в окнах которого горел свет, из трубы на крыше шел дым. «Ты вроде как что-то говорил про деревню», — сказал я. «Ты точно знаешь эти места? Что это за дом?» «Я не помню такого», — Денис удивленно смотрел на дом. «Но мы все равно можем попросить помощи». В принципе, да, я согласился, и мы стали подходить. Оказавшись у входной двери, мы постучались в нее и стали ждать ответа. Никто не появился, и через минуту мы постучали еще раз, уже посильнее. В глубине дома послышались шаги, приближающиеся к нам, и вскоре входная дверь открылась. На пороге дома сидел огромный волк и скалил зубы. Затем показалось дуло ружья. Мы с Денисом отпрянули в сторону. Затем в дверном проеме обозначилась огромная фигура мужика в камуфляже. Волк сидел неподвижно, как приказал ему хозяин. «Вы кого ищете?» — спросил низким грудным голосом мужик, держа нас на прицеле. «У нас машина сломалась посреди леса», — ответил я. «Теперь вот ищем кого-нибудь, кто сможет помочь». «А-а-а!» — протяжно сказал хозяин, и он задумчиво посмотрел на нас. «А вы от кого такую оборону держите?» — поинтересовался Вадим. И вдруг голосом бала подобрел, и он приветливо пригласил нас войти в дом, сказав, что у него есть трактор, и завтра он нам поможет, а до утра мы можем остаться у него в доме. «У нас еще один в машине остался», — сказал я. «Давай я схожу за ним». Денис посмотрел назад. «Дорогу я помню, заодно проверим, может, он уже встретил кого-нибудь и все починил». «Ладно, не заблудись только», — ответил я. Денис отправился искать машину с Вадимом, а я прошел в дом. На большой уютной кухне крутилась молодая красивая женщина, видимо, жена сурового хозяина дома. Она была лет на 20 моложе своего мужа. Потом уже в дальнейшем разговоре это подтвердилось. «Иван и Ирина, так звали супругов, любезно приютивших нас поздним вечером в этой глуши. Волк тем временем лежал у печи, растянувшись вдоль нее и вытянув лапы. Но я видел, что он одним глазом постоянно наблюдает за мной. Как вы не боитесь жить в таком месте одни, и где деревня, которую мы с другом искали?» «Деревня осталась немного в другой стороне, а это хутор. Он мне от деда в наследство достался несколько лет назад. Я как уволился со службы, так мы с Иришкой сюда и перебрались». «А где служили?» — поинтересовался я. «Лучше тебе этого, сынок, не знать», — засмеялся Иван. «Поэтому и жить нам здесь не страшно, да и охранник у нас вон какой. Он показал на волка. Мы с ним слаженная команда, боевая единица. Я его три года назад подобрал в лесу волчонком. Почему он скитался один по лесу, я не знаю, да и это уже совсем не важно. Вырастили мы его с Иришей, привязались к нему как к родному, детишек ведь у нас нет. Вот он и был нам вместо сыночка. Так и остался он с нами на хуторе жить». «Преданный очень. Лучше любой собаке». А недавно, с полгода назад, у нас тут чуть не случилась страшная беда. В тот летний день Ириша вышла во двор, собиралась развесить белье на солнышке. Волк нежился в сарае на сене. Я в доме ремонтировал домашнюю утварь. Все шло своим чередом, как вдруг кто-то неожиданно подошел к Ири со спины и, зажав ей рот ладонью, потащил в сарай. Два беглых зэка, истосковавшись по женской ласке, решили потешиться с моей женой. Да только не ту жертву они себе выбрали. Как только за ними закрылась дверь сарая, из закопной сена на них вылетел разъяренный волк и вцепился одному из подонков в плечо. Тот заорал от боли и выпустил из рук Ирину, которая быстро выскочила из сарая и закрыла за собой дверь. В это время я уже бежал на поднявшийся шум с ружьем. Когда я влетел внутрь, мне предстала такая картина. Один окровавленный зэк лежал на земле и корчился от боли, а второго волк удерживал за запястье своими огромными клыками. В руке у зэка был нож. Я боялся только одного, чтобы эта зверюга не загрызла кого-нибудь из насильников насмерть. Докажи потом в суде, что это была самооборона. Пока я слушал эту забавную историю, мои друзья успели вернуться из леса. Утром Иван помог дотащить машину до трассы. Мы попрощались и уехали в город. Понравилась история? Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, впереди еще много всего интересного. Всего доброго!